Партнеры программы. Садовый центр «Садем». Эх, какая красота! Сегодня лето, завтра лето и через месяц лето! На такой прекрасной ноте и начинается наша программа. Это «Барышня-крестьянка» с вами Марина. Кристина! И сегодня мы готовы рассказать вам много интересного про уход и, конечно же, про борьбу с вредителями. Давайте скорее начинать, потому что, ну, надоели эти вредители, говорят, вообще все едят. И смородину едят, и на огурцы нападают, поэтому давайте скорее пойдем уже с ними бороться, да? Погнали! Мне кажется, все сейчас очень сильно заметили, что стало намного больше муравьев. Вот я в огороде, если честно, признаюсь, каюсь, но в основном использую химию. Вот такие препараты прямо жесткие, как «Гром», мне очень сильно он нравится. Вот есть еще «Землин», но у него есть еще «Муравьин» специальный. Вот я их рассыпаю. «Муравьин» он более щадящий, а вот «Гром» прямо вот убивает всех на своем пути. Опасно это, не опасно? Вот вы как думаете? И вот ваш безопасный способ, собственно, о котором я раньше, если честно, не слышала. Мне кажется, телезрители, наверное, многие тоже о нем не знали. Вот что за способ? Да, давайте вот тогда немножко поговорим сначала об этом способе. Я, например, точно помню, что когда я была маленькой еще достаточно давно, и не было никаких, собственно, инсектицидов в продаже, и при этом были тараканы, которых сейчас тоже нет. Вот мама всегда пользовалась вот такими вещами. Как только появлялись тараканы, брали борную кислоту, это дело смешивали с желтком и ставили, собственно говоря, где-нибудь в уголках кухни. Помогало очень, тогда мы это не знали. Об этом способе, если честно, я забыла, благополучно лет на 30 или даже больше. Но сейчас вот в наших условиях эколого-биологического центра, когда, да, мы стараемся все-таки больше использовать либо какие-то биопрепараты, и борная кислота является очень хорошим средством от муравьев в том плане, что работает как, работает действительно как средство, уничтожающее муравьев. Это будем говорить точно, является, собственно говоря, разрушает кишечный тракт, в то же время влияет на шетиновую структуру. Ну, это не настолько-то и щадящее для них. Да, я имею в виду щадящее для остальных растений, для остальных субъектов, для остальных представителей экологической ниши. То есть муравьев мы уберем, наши задачи их убрать, да, и сделать это максимально с... Ну, то есть мы не используем препараты, которые будут проникать в землю, в растения, это не безвредно. То есть ягоду можно спокойно собирать. То есть сегодня мы будем, например, раскладывать это там, где у нас смородинка, там, где у нас, помним о том, что у нас еще и пчелы, и, собственно, это не будет вредить остальным субъектам окружающей среды. Тот же Гром, допустим, вот эти вот препараты такие вот больше, ну, я не знаю, химические, наверное, их можно назвать. Они чем вредят? Ну, вот если мы говорим биопрепараты, пестициды, инфектициды, то есть мы обязательно, во-первых, прежде всего смотрим на то, что написано на упаковке. То есть биопрепараты, они могут быть максимально безопасны, и всегда производитель нам указывает, что, например, сбор ягоды можно производить не менее чем 30 дней, 3 дня, да, и вот этот срок обязательно нужно указывать. На некоторые препараты совершенно конкретно будет указано, что только до цветения, только после цветения, только в период вегетации, означает в период активного роста, то есть как только у нас растения проснулись, например, до распускания почек, то есть здесь мы четко следуем инструкциям производителя. И помним о том, что биопрепараты – это обязательно то, что выпускается достаточно регулярно. То есть все растения, все микробы, они приспосабливаются, ну или насекомые, в нашем случае, они приспосабливаются к новым условиям окружающей среды, и биопрепараты, они постоянно совершенствуются. То есть каждый новый выпущенный препарат может чуть отличаться от предыдущего, поэтому очень четко следуем условиям производителя. Ну, давайте будем здесь делать, что же это у нас будет. Даже любопытно стало. Старый добрый способ. Мне кажется, всем телезрителям тоже стало. Старый добрый способ. Кристина у нас чистит яйцо. Старый добрый способ. Чистит яйцо. Мы будем делать такие шарики. Такие шарики с борной кислотой. Еще раз скажу, что борная кислота является токсином для желудочно-кишечного тракта муравьев. И только мы знаем, почему мы смеемся. Да. Мне кажется. Вот я почистила яичко, можно продолжать, да. Мы извлечем из него желток. Только желток нам нужен? Нам нужен только желток. У меня ощущение, что мы на пикнике сегодня. У нас такая погода хорошая. Обещали дождик, но дождика нет, и это прекрасно на самом деле. Да, а еще у нас отличная беседка. Беседка – это всегда хорошо. На участке, кстати, должна быть у каждого, мне кажется, садовода какая-нибудь беседочка, где он может отдохнуть между хлопотами на огороде. Здесь хорошо. Мы прям размяли, да? Да, берите вилочку. И разминаем, да? И разминаем. Делаем кашицу. Делаем кашицу. Делаем кашицу. Дозировочку будем использовать. Это половина чайной ложечки. Она безопасна для людей, да, получается? Она безопасна. Мы будем работать без перчаток. Продается она в любой аптеке. Пакетик стоит рублей, ну, где-то около 30 рублей. И половину чайной ложечки… Перемешать будет? Да, это надо будет все перемешивать. Мы будем лепить из этого шарики. Шарики размером примерно с горошинку. А, маленькие такие шарики. Маленькие, небольшие, да? Но, сразу скажу, в детстве это вот так просто рассыпалось. Просто рассыпалось. Но мы хотим, чтобы это вот чуть было, чуть аккуратнее, под кустами смородинки. Так, на глаз мы насыпем сейчас. Вот мы как посолили практически, да? Учего-то полностью надо было везде помасолить. Учайной ложечки? Нет, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Давайте пусть уже отведают. Ну, муравьи, извините, но вредители. Тлю обрабатывают, культивируют. Ну, зачем нам это на огороде? Я всегда их прошу сначала, уходите куда-нибудь. Они не уходят? Тогда я начинаю бороться. Между прочим, они же потрясающе высокоинтеллектуальные товарищи с высокой степенью организации. Да. И, конечно, у них же как правильно устроена вот эта вся система отличная. Вот пчелы и муравьи самые умные. Поэтому, если они не ушли, значит, мы должны быть умнее и сильнее. Так, мы пробуем из этого лепить. Прямо берем руками. Лепим шарики. Если лепится хорошо, ну, отлично лепится. Воды не добавляем. Все, воды не добавляем. Все. У меня какой-то большой шарик. У меня тоже большеватый. Вот, я на два разделила. И вот накладываем шарики, да? Да. Будем делать шарики. В принципе, наши телезрители, мне кажется, могут привлечь к этому детей. Потому что для детей занятие, ну, это же точно не опасно, да? Главное, чтобы в рот не толкали, да? Да, совершенно верно. Там про кишечник слышали, что будет с ним. В общем, можно, конечно, с детьми, чтобы, ну, с такими детьми постарше, это мелкомоторика развивается. Вообще, это очень интересное занятие на природе, налепить шариков. Вот. Ручки главное хорошо помыть потом. После этого, да, помыть хорошенько. Вот эти шарики мы будем раскладывать в местах обитания муравьев. Муравьи будут использовать, значит, нашу приманку как хороший корм. Будут приносить ее себе. Ну, и потом, собственно говоря, либо уйдут, либо погибнут. Когда за окном дождливая погода, самое время подумать о защите сада и огорода, чтобы компенсировать недостаток солнца и исключить болезни, растения, к примеру, лучше подкормить. Полный рацион питания для любой из культур вы всегда найдете в Садым. Без преувеличения здесь собран самый богатый ассортимент питательных веществ. В магазине Садым представлен огромный ассортимент подкормок и разных удобрений. Есть вот в таких пачечках, берешь их, просто разводишь, есть уже готовые жидкие, которые просто надо развести в лейке, есть сыпучие, и подкормки тут найдутся абсолютно для любого растения, главное прийти и поискать. И раз заглянули в Садым, не забудьте подобрать и специальные препараты для защиты растений от болезней. С такими помощниками ваши помидоры, перцы и огурцы не замедлятся в росте в плохую погоду и дадут богатый урожай. Обратить внимание стоит и на специальные опрыскиватели. Есть и литровые, и вот такие большие рюкзаки. Куда приятнее уход за огородом, сделают и специальные приспособления для полива. Лично у меня в магазине Садым разбегаются глаза. Вы только посмотрите на это количество систем капельного полива. А сколько здесь насадок на самые разные шланги. Да и шлангов здесь тоже большое количество. И все это по выгодной цене. По выгодной цене вы можете найти инструмент. Особым спросом пользуются не только грабли и лопаты, но и специальные приспособления для уборки травы. А также по выгодной цене вы можете подобрать и специальные наборы по уходу за садом. В магазине Садым вы можете подобрать абсолютно любые перчатки. Здесь огромное разнообразие. И расскажу секрет. Если вы найдете желтый ценник, то купите их еще и по выгодной цене. В Садым открыта распродажа луковичных рассады, однолетних и многолетних цветов, а также плодовых культур. А еще купить все для сада и огорода с хорошей скидкой вы можете в магазине Садым на Ленинградской. Точка закрывается в связи с этим. Купить товар можно с 40% скидкой. Какая красота кругом! Солнышко, ветерок, влажненько. Так это нравится нам, людям. Но ведь не только людям. Я вот понимаю, что в такую погоду различные насекомые атакуют наши посадки, наши растения и пытаются нас лишить нашего урожая. Наташа, расскажите, как пользоваться какими-то препаратами, чтобы действительно защитить наши посадки? Добрый день, уважаемые садоводы. Действительно, в такую теплую, сухую, жаркую погоду активизировались наши вредители. Такие вредители, как яблонная плодожорка, сливовая плодожорка и тля галовая, которая повсеместно распространена на всех видах смородины. Да, это бич, это бич. Да, на сегодняшний день является бичом. Этот вредитель достаточно опасный. Во-первых, он выпивает все соки, выпивает все соки, тем самым повреждая листовую пластинку смородины черной. Затем сам куст, он повреждается, погибает. И со временем у нас не останется от куста ничего. Этот вредитель очень быстро распространяется от куста к кусту. И на самом деле с ним очень сложно бороться. На сегодняшний день все механические препараты, экологические препараты не берут этот вредитель. Надо использовать химические препараты. Но на сегодняшний день производители производят такие препараты, они химические своего рода, но с биологическим действием. То есть они целенаправленно действуют на вредителя, но они мало опасны для людей, мало опасны для наших полезных насекомых, таких как пчелы, которые своего рода являются опылителями многих садовых культур. Сегодня мы расскажем об основных из них. Во-первых, это такие препараты, как биокил, биотлин, аллатар. Эти препараты широко распространены для борьбы с тлей галовой. Такой препарат, как героль, это препарат действует на такой вредитель, как плодожорка яблоная. Но сегодня мы с вами покажем, как бороться с галовой тлей на смородине черной. При этом мы приготовим специальный раствор. Данный препарат производится в ампулах объемом 5 мл. Все выливается на 5 литров воды. Мы ее в пакетике сломали, ампулу вскрыли, вылили, все тщательно перемешали. Получился вот такой слегка мыльный раствор. На самом деле это правильный готовый раствор. На самом деле надо обрабатывать весь куст, где распространилась галовая тля. Во-первых, мы тем самым максимально обработаем, максимально приведем к тому, что наш вредитель погибнет. Если, конечно, останется раствор, можно обработать и почву. А если нет тлей? А если тлей нет, то этот куст достаточно здоровый. Соседние от него обязательно надо проверить. Вообще, да, мало ли, по земле переползет. Тогда, значит, желательно все соседние кусты тоже обработать. Хорошо, обрабатываем. Так, значит, нашим опрыскивателем достаточно, очень удобно и просто в пользовании этим опрыскивателем. Нажимаем просто на кнопочку и обрабатываем наши кусты. В первую очередь, это, конечно, листовая пластинка. Это, конечно, наши все побеги, ветки. Внимательно мы смотрим, чтобы наш раствор попал абсолютно на каждую веточку и на каждый кустик. И если мы не обработаем тля, уничтожат наш куст. Да. Срок действия, значит, данного препарата до 2-3 недель. Это как раз-таки самый оптимальный срок. И через недели 3-4 мы уже будем собирать наш урожай чистый от вредителя. Ну вот очень хорошо, что наша наука не стоит на месте и что теперь препараты еще и био. Да, все верно, Марина. Потому что очень много химических препаратов, они имеют канцерогенными свойствами, они имеют свойство накапливаться как на самом растении, как в нашем урожае, так и в почве, что неблагоприятно влияет и на экологию, на окружающую среду и на урожай в целом. Примерно в течение получаса от момента подготовки раствора до момента опрыскивания всех кустов проходит достаточно короткий промежуток времени. Что можно сделать, значит, либо рано утром, либо вечером после работы, когда заходит солнце. В общем, таким образом мы проводим обработку на нашей смородине от галовой тли где-то 1-2 раза за лето. Самое главное, за 30-40 дней до сбора урожая смородин. Погода нам сегодня просто благоволит. Деревья, кустарники обработали, защитили максимально просто. И с тлей, и с муравьями поборолись, как говорится. И примеры жителям хорошие, самое главное, показали. Да, хорошо поработать, вообще здорово, когда хорошо поработаешь, плодотворно. Прямо замечательно можно пойти и попить кофеечку. Кофеечку прямо. Мне кажется, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Увидимся с вами уже на следующей неделе. Это была барышня-крестьянка Марина. Кристина, всем добра и здоровья. Садовые центры Садем. Растем вместе с вами. Живые товары, саженцы, луковичные, рассада всегда по самым выгодным ценам. Ваш богатый урожай начинается в Садем.